Субтитры создавал DimaTorzok Движение началось у этого документа, я его вам недавно пояснял. Конечно, это не реформа, это тезис. И главная реакция сейчас уже, такая, знаете, нейтральная, она закономерна вполне. Но есть и интересные собеседники, поскольку речь-то идет не о самой реформе, а всего-навсего о том, что она необходима. Кто-то свои тезисы предлагает, я свои, но давайте разберемся, а на каком уровне необходим реформа. А дело в том, что вот при нашей с вами жизни, по крайней мере 40 лет назад, я понятия не имела каких-то цифровых технологий. А сегодня ими живет человечество. Мир перевернулся. Давно известна вот эта закономерность, так называемый закон времени, по которому давно было уже предсказано, что когда технологии начнут меняться быстрее, чем заканчивается жизнь человека, то люди не смогут, общество человеческое не сможет существовать по тем традициям, по которым оно существует тысячи лет. И, можно сказать, просуществовало до конца 20-го мира. Моя тема вызывает огромное оживление. Сразу переговариваться начали. Так вот, логика социального поведения поменялась. А что это значит? А это значит, что вот такое бесструктурное управление, когда человека воспитали и выпустили в жизнь. И действительно, 50 лет назад, как мы жили? Ну, спокойно. Никакого тумана перед нами не было. Вот школа, вот детский сад. Врачи лечат, зарплата будет. Все понятно. И мы продолжаем в школе практически работать в той же традиции. А пытаясь что-то усовершенствовать, но не затрагивая коренных реформенных таких моментов, просто калечим образование. Ну, вот, например, Эге. Или Эге, как его правильно говорить? При мне его еще не было. Да, я согласен. Я наблюдаю в метро три девочки, еще пока на остановке можете слышать, о чем говорят. Даты исторические повторяю. Там Иван Грозный, Наполеон. Зачем им эта наука? Но, с другой стороны, если в советское время взяточничество было редким, явлением, эксцессом, так сказать, исполнителя, то сейчас, понятно, если не будет вот этих тестовых Эге, то впереди при поступлении понесут деньги. Мы живем в другом времени. Тяжелой ценой далось вот это воспитание поколения, в котором боялись воровать. А теперь это уже прописано как бизнес. И мораль такова. Если ты умный, почему ты не богатый? Ну, это уже философия. А вот о том, что надо менять систему образования, об этом сегодня уже говорят, извините меня, во всем мире. Что произошло? Цифровые технологии. Ну, это, знаете, переворот, это революция покруче промышленной революции. Ведь если до 17-го, даже 18-го века человечество жило, до 19-го века человечество жило физической силой своего организма, прирученных животных, ветер, вода, стихия, то промышленная революция дала в руки человека технику, машину, искусственную энергию, переворот, огромный переворот. Но тот, который выпал на наше поколение, он гораздо сильнее. Потому что если технический переворот дал энергию и силу человеку, но его ум, разум не затронул, то цифровая технология переворачивает всю мыслительную, сознательную жизнь человека. И мы это сегодня видим. А почему же никакого радикального реформирования образования не происходит? Ну, я вам скажу так. Есть вещи, которые я вам упомянул. Вся полнота знаний сказал я на одном из наших собраний. Сказал закрытые герметические знания. Вы стали удивляться. Но есть знания, которые они лежат на поверхности. Но люди от них отворачивают. Вот я сейчас скажу, что власть. И дальше буду продолжать. А тут же кинут мысль. А это теория заговора. Фу. Да нет. Те, у кого логика в порядке, они поймут, что власть, она не просто власть. Она у тех, кто владеет собственностью. Власть у царя, ну, пример простой, классический. Вы едете в такси, везет ваш человек. Он владеет машиной? Нет. Он менеджер, который обслуживает своего хозяина на этой машине. Машина – это инструктор. Царь пишет самодержец, всея земли там российской. Он власть, он тоже менеджер. Потому что за ним стоит та клика, которая его привела на трон. И если что не так, это судьба Петра II, Павла III, в конце концов Николая II. Поэтому власть, реальная власть, это власть собственников. Причем у них своя иерархия. Есть сырьевики, это так себе. У них хоть и миллиарды, но это сырьевики. Вот у нас в России власти сырьевики. Но они же полностью зависят от финансового капитала. Я вот сейчас табличку не хочу переключаться, но она тут только что была на экране. Доллар – эквивалент к золоту. Я на следующей лекции приду с этой таблички, еще раз поясню. Кто-то там где-то за бугром передернет рычажок. Ну, чтобы вам было понятно. Если доллар стоил, сто лет стоил 20 долларов за унцию, чтобы было понятно, скажем, килограмм картошки за 20 рублей, то доллар подскочил в нашем с вами веке до 20, отставить до 2 тысяч за унцию. Сейчас немножко опустили. Полторы там где-то тысячи. Экономисты считают, что это вот игра какая-то произвольная, ничего подобного. Тот, кто этот рычажок как на Реостате двигает, света больше, света меньше. Помните в школе опыта с Реостатом? Ну, пожалуйста, мы там в этом году что-то, значит, в России приобрели за счет наших трудов. А рычажок-то передернули. У нас триллион прибыли, а они доллар обесценили. И у нас убыль с вами в 2 триллиона. Хозяева есть. Да вот мировые-то хозяева. Они не хотят, им не надо сохранять дееспособное население в тех размерах, которые существуют на планете. Рабочие руки им не нужны. А для обслуживающего персонала достаточно гораздо меньше активных людей. И что происходит? Значительная часть населения канализируется от слова канализация. Игромания, наркомания, алкоголь, просто толпа. Как это создается? А вот теперь я перехожу к той реформе, которая должна быть в России. В российской школе желательно. И ведь что любопытно? Кое-что делается. Но делается как? Делаются, например, закрытые учебные заведения. Вот открылся пансион воспитанниц Министерства обороны в Петербурге. В этом году, 1 сентября, достаточно помпезно открывали. Вы обязательно посмотрите в интернете. Красивый островок. Шикарное здание. А вы знаете, в каком режиме девочки живут? Ну, по крайней мере, на беговой у нас такой же пансион в Москве. Шесть часов в неделю занятия. Восьми часовые. Кроме того, уйма всяких кружков. Что положено, обязано. Остальное, чем больше возьмете, тем лучше. Они имеют одно увольнение в месяц, с 10 до 19 часов. Каникулы зимние и летние. А телефон им выдают, если они все за день успели сделать, то могут получить телефон, чтобы пообщаться с родителями. И кто, вы думаете, там учится? И какой конкурс туда? Конкурс солидный. Льготы, естественно, для детей из отдаленных военных гарнизонов. Это все делается под эгидой Шойгу. Спасибо и Богу. А остальное, это готовится будущая государственная элита. А можно ли, почему военная? Я не видел этих девочек на параде ни разу. У них самые настоящие гражданские дисциплины. Набирают туда сразу после 4 класса. Все они маленькие. Но что любопытно, они не уходят оттуда. То есть они приходят, видят своих сверстников из той школы, где они учились. И они понимают, что им не дадут учиться их же сверстники, которые там с 8 класса уже матерятся, что-то покуривают. Ну а что делать? Вы понимаете, такие школы государство не потянет. А заинтересована ли она в том, чтобы все были в таких школах? Но они открыты. Ваши внуки могут поступать. И экзамен очень простой. Только знать надо, конкурс пройти. Вот это меня радует, что хоть где-то какое-то что-то умненькое останется. Заграничное образование не к черту. Вот Лужкова хоронили Юрия Михайловича. И его интервью я услышал, вот так краем уха. И он говорит, да вот девочки мои в Англии там за границей учились. Потому что после моего, значит, незложения стали злобствовать. Ну это у чиновников принято сразу демонстративно травить опальных. И я их увез. Но они не русские выросли там. Это трагедия для него. Он говорит, ну они же мне дочери, что же. Но они не русские. Он жалеет о этом покойке. То есть заграничное образование наших бизнесменов, оно во вред нам, народу. Потому что их дети останутся там. Но они владельцы фабрик, заводов, пароходов. Всего. Недор. Поэтому реформа, на мой взгляд, которая могла бы пройти, Должна прежде всего предостеречь страну от разрушения по федеральному признаку. Федерация по национальному признаку, Жириновский об этом постоянно говорит. Это разрушение. Потому что весь мир сегодня направлен в сторону глобализации. Глобализация нужна капиталу. Но не всякому, а финансовому. Поэтому вы знаете, кто владеет финансовым капиталом. Это их, так сказать, потомственное занятие с времен фараонов. Они за глобализацию. Но как же проникнуть в такие грандиозные цивилизации страны, как Китай, Россия, империя турецкая, империя германская. Их надо разрушить. А как разрушать? Сепаратизм. Надо поддерживать любые настроения. Если нет какой-то сепаратистки настроенной этнической группы. Ну вот поразительно. На Кавказе как-то сепаратисты. А вы знаете, нет. Они государю-то... Государству русскому служат очень надежно. Если их не провоцирует кто-то. Очень надежно. Государство их содержит. Весь Кавказ. Русское государство. Значит, русское государство всегда использовало простую методику с времен генерала Ермолова. Вот тут золото князю, а другим князьям шу-шу-шу у него будет золото. И все. И они там уже варятся в своем котле. Но у нас другая тема сегодня. Это нормально. Лучше, чем там наводить порядок, доверить это одному из их лидеров в Кавказке. И там порядок. Это хорошо. И главное, и культурные ценности. Так вот, в этом документе заложена простая идея. Вывести преподавание языков, традиций, местной истории, так сказать, проявления. В разряд факультативов, которые финансируются за счет местных бюджетов. Но поскольку страна единая, закон должен быть единый, никакой дискредитации быть не должно. То эти же факультативы должны быть и в центральных губерниях. Но их же можно использовать и не для того, чтобы создавать национализм на встовщине. Можно, конечно, этим заняться и так. Краеведенье включить, как Иван Грозный, как Василий Третий, как мы несчастные, ЦЕ Европа. Это все пройдено уже. Так вот, чтобы занять эти факультативы в центральных регионах, физкультуру выведем. Вот вам, пожалуйста, 5-6 в Европах в неделю. Занимайтесь как угодно. Кроме того, образование стало платным. От ЭГЭ мы уйти не можем, потому что иначе простое взятое вещество. Здесь хоть какой-то барьер. Но вот сочинение выписать на вступительных экзаменах – это да. Причем на вольную тему. Я подчеркиваю в этих тезисах, еще раз повторюсь. История, хотя это большой объем, такой тезис объяснять, а у меня есть несколько иное. Я пропущу, я уже этот тезис излагал, по истории оставлю. Я хочу вот о чем вам сказать. Значит, помимо сохранения, ведь если язык будет финансироваться в тех местных республиках, вот женщина правильно мне сказала, их там содержит. Они, естественно, поваровывают из бюджета. Они журналы-то заполнят, что они изучали. Но деньги-то они израсходуют на другие цели. Поэтому письменный язык, который всегда Москва искусственно создавала, какой там коми, якутский язык, не было письменный язык. Создали. Это исчезнет. Останутся только домашние языки. А дальше каждый народ сам по себе, каждый этнос должен жить своей культурой. Все рождаются, живут, умирают. Это еще Гумилек расписал в деталях. Ничего в этом странного нет. Но зачем искусственно это все поддерживать? И главное за счет, опять же, центрального государственного бюджета. У России, извините, другие есть дела. Очень важно, чтобы школы были унифицированы. Одинаковая программа. Мне кто-то сказал, казарма. А вы знаете, казарма очень демократичное учреждение. Мужчины, которые ее прошли, отличаются в лучшую сторону от тех, которые ее избежали. Примерно так же, как детородные женщины-матери отличаются от тех, которые не захотели семью создавать. Другие интересы были. Вот я для вас сейчас про физкультуру рассказал, что 5-6 уроков, факультативов должно быть. Ну и, наконец, если уж бюджет делим, там бюджет, здесь бюджет, тогда получается, что часть затрат, которые сегодня родители по произволу любым жуликам могут заплатить за репетиторство. А на репетиторстве уже все дети подселены. Следовательно, самодеятельные организации общественные, там родительский комитет раньше называлось, сейчас они прописаны, в законе есть, они должны взять на себя организацию вот этого найма организованного. И тогда будут и репетиторы работать по тарифу не за полторы тысячи, а за 500 рублей в час. Школа эта должна предоставить. Вот такие вещи, их надо обсуждать, их надо решать. Ну и, собственно говоря, есть еще о чем рассказать. Но вы уже поняли главную мысль, что не обязательно власти заинтересованы в решении проблем. Если есть единая школа, а это обязательно должна быть, программа всероссийская. В любую деревню приехал то же самое, что и в Москве, чтобы все дети могли получить одинаковое образование. Но есть же дети, как говорится, отмеченные Богом. Поэтому обязательно наравне с общеобразовательной школой, начиная с пятого класса, должны создаваться школы, куда конкурсные поступления. Но не такие, как пансион закрытый. Открытые домашние школы. Но там должны быть профильные, один-два класса, которые могут институты содержать за свои счет, чтобы получить гарантированных выпускников. И тогда дети, которые нашли себя в этой жизни, они будут немножко поддержаны, продвинуты. Вы знаете, я тоже извинюсь, последнее. Профобразование. Я сегодня утром посмотрел фильм советский. Ну, Боже мой, какие тихие и добрые фильмы. А главное, все профессии почетные. Ну, вы измените меня, мы отбили охоту, как ко всякой работе. Дюноша, выпускник школы, говорит, я в институт не поступил, но работать... Нет, да мне что, меня зачморят друзья. Ну, как можно? Надо детей-то с работами знакомить. Да я бы пришел и сказал бы, слушайте, я вот дворником хочу быть. Поверьте, мне это интересно. Правда, я дворничаю на даче. Но на свежем воздухе. Разная работа, разные физические нагрузки. Рядом с домом. Хочу, пойду, посплю, выйду, через два часа поработаю. Но вы мечтать должны о такой работе. Зачем же вы вдалкиваете в голову, что они все хотят быть юристами-экономистами? Ну, по закону нашего с вами учреждения доклад закончил. Спасибо. Спасибо.